Это равноценно появлению кинематографа или первой фотографии. Так комментируют хирурги детской Ивана Матрёнинской больницы возможности нового эндоскопического оборудования с функцией 3D-изображения. Пока его только доставили. Впереди стерилизация и детальное освоение прибора. Но уже сейчас ясно – это настоящий прорыв. Появилась возможность видеть новые измерения, глубину. А это – качественно другой уровень высокотехнологичных детских операций. Филигранные совершенно техники. Килограммовые дети, 800-граммовые дети, которые выполняются реконструктивные операции на желудочно-кишечном тракте, на пищеводе, на лёгких. Это другие возможности, другое время, другая технология. 3D-изображение позволит видеть картинку лучше и ещё быстрее выполнять сложные вмешательства. И период реабилитации будет меньше, а качество жизни выше. Мы пионеры в этом направлении, потому что 3D-эндохирургия в мире не очень развита. Появление этих приборов означает ещё и такой, можно сказать, прорывок в науке большой. Потому что эти операции в мире выполняет очень небольшое количество специалистов. Известны в настоящее время клиника в Тюбинге, в Германии. Это один из госпиталей в Соединённых Штатах Америки. И одна из больниц больших детских в Японии. Следующая больница – это наша. Новое оборудование приобрели на пожертвования во время специального аукциона «Дыхание жизни» в Москве. Его проводил благотворительный фонд имени Юрия Тена. Мы работаем и взаимодействуем постоянно с нашим иркутским землячеством «Байкал». Мы пригласили, скажем так, иркутян, проживающих в Москве. Многие откликнулись на это. Из Иркутска тоже приехали наши друзья. И в результате этого было приобретено оборудование, которое сегодня дарится детской Ивано-Матрюнинской больнице. Совсем скоро операции с новым 3D-оборудованием поставят на поток. В год в Ивано-Матрюнинской больнице делают около тысячи эндоскопических операций. И больше половины из них теперь можно будет выполнять с помощью новых приборов. Виктория Амала, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.